партнер проекта сайт man utd точка one привет друзья с вами же ребятки это было тяжело это нервяк был страшный вообще непонятно почему надо было так концепт прижиматься к воротам но видимо чтобы мы лучше вкусили ощутили так сказать по всему небу у нас прокатился этот вкус победы иначе если мы до 7 там добили бы убили в эту игру 3 1 к примеру ну и что это за такая концовка была в общем ребята все сделали для того чтобы мы максимально обрадовались этим трем очкам ребята и угадайте кто на первом месте конечно же мы хоть и не в чистом виде но какая разница очень друзья сейчас как обычно обо всем поговорим с вами подробно прежде чем начнем ребят пару слов о генеральном спонсоре выпуска букмекерской компании париматч которая теперь заработала на новой высоко технологичной платформе тут помимо футбола куча других крутых спортивных событий от хоккея до юфси огромное число всевозможных турниров и конечно все совершенно легально переходите по ссылке в описании проходите регистрацию и получайте бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет главное не забывайте пройти верификацию до конца чтобы получить максимальный бонус процесс регистрации несложный но он важен еще и для того чтобы вы подходили к игре ответственно а компания работала легально ну а я соответственно получал столь необходимую поддержку так что жмите по ссылке и получаете удовольствие от игры ну что ребят давайте разбираться в этом матче какой был стартовый состав вышел естественный риг бои но если миша сказал что выйти линдалев естественно нужно выйти риг бои но у линдалев продолжается какая-то фигня со спиной сульсер вроде как говорит о том что ну что там не страшно но при этом при этом реально видео это беспокоит давно и ночью сейчас он решил не рисковать его спинкой ну а как бы а зачем вообще рисковать когда у нас есть такой парень как эрик бои незачем вот ну и в пол защите тоже была небольшая интрижка я думал что матич выйдет в основе а нет вышел фред ну и вместо рэшварда вышел гринут я я уж не знаю тут посмотрел ли мои видосы с ульшер и действительно какие-то это воспитательные меры в отношении рэшварда или ему просто нужен был отдых но суть том что вышел кавань есть честно ребят по первым минутам вообще то есть полная какая-то была хрень играли медленно вообще не телились совершенно никакого движения то есть фред или погба там получают мяч впереди перед ними абсолютная статика не что что означает что в общем то создать что толковое совершенно невозможно в такой ситуации но игол который мы пропускаем конечно это самая самая тупая офсайдная ловушка в истории футбола я вам даже и покажу вот ну смотрите то есть вот в этом момент как раз таки паса то есть в принципе парень который убежал таки забил и как бы с ним играл погба но погба на самом деле его умышленно погба умышленно его не не держал в этой ситуации он ему собственно говоря он отпустил его якобы на офсайд но вышло из этого очень черти что совершенно не вот она могла немножечко вот так дело увеличить вот так чуть-чуть сделать крупнее это именно момент да вот видите что здесь и бои бисака стоят рядом но из-за того что именно за то что именно бисака был как бы дальше бисака зачем ты бы хотя он был дальше всего от парня который убегал очень бисака зачем-то в его сторону сделать движение и ну в итоге офсайда не было то есть мы видим что линия разорвана полностью магуайр выдвинуты вперед ну и как бы настолько это выглядело просто примитивно даже до безобразия что совершенно я просто развел руки в раз не знал что сказать но она пропустили пропустили как бы с кем не бывает интересно было что потом даже после пропущенного голова он случился довольно таки рано ими играл с чувством того ты ну по крайней мере так со стороны казалось как будто победа в принципе то в кармане но это какой-то несчастный фолхам то есть зачем нам включать какие-то дополнительные скорости если можно ну чуть-чуть поберечь себя а голы они придут я не совсем понял откуда у нас у наших парней была такая уверенность но как выясняется они действительно что-то знали ну и и в общем то говоря стоило только чуть больше включиться стоило бруно фернандешу немножко задергаться попытаться то есть да то есть фернандеш там пробовал пробивал и вот его удар в штангу и вот а там уже пошла движуха там фред выцарапал мяч и вот они там разыграли с фрэда фернандеш на краю фернандеш простреливает вратарь неловко перед свой отбивает и кого не кого не просто показывает класс инстинкт нападающего выскакивает вообще откуда ни возьмись оказывается именно в том месте где он должен был быть и очень решает ситуацию я бы хотел ребят в этом матче выделить фреда есть честно парень на самом деле недополучает мне кажется похвалы вообще в целом он очень много работает ребята ну вот ну просто очень много борется очень много чистит за другими максимально и и много атак начинается с него именно с того как он там что-то вот значит да что что-то взял то что валялось и ему не принадлежало в дом просто это подбирает и вот отдает и тащит мяч дальше если от фреда пойдут какие-то ключевые действия это вообще цены ему не будет но пока этого нет пока с из исключительно по какой-то разрушительным качеством оценивая фреда а они просто восхитительные то есть на самом деле в команде которой настолько все еще все еще у нас не отлажен пас и много очень брака и так далее и много зональных дыр возникает очень человек такой как фред он ну вот прям на своем месте находится поль пакба ребят конечно бесконечно рад что именно он забил победный гол именно он мог забить и наверно должен был как он собственно сама сказал забивать ливерпуль он до сих пор себя корид что в том эпизоде не забил и ну вот погба выдает такой очень серьезный отрезок у нас парень закрыл все вопросы конечно завтра может выползти мина райола и снова набросить говнеца своего на вентилятор но если даже такое случится ребят я вас призываю на это не вестись спада продолжайте как бы знать то есть информа владеть информацией что по баху это уйти и забил вас воспринимать просто как данность но оценивайте игру поле пакба здесь и сейчас его вклад его желание играть и вот оцените по реальным матчем он показывает очень высокий уровень он показывает высокую мотивацию желание и вообще если честно ребят если мы действительно в этом сезоне замахнемся на что-то большое выяснится что топ клубы как-то в его услугах не сильно заинтересованы за большие то деньги я вообще абсолютно не исключаю что летом погба у нас останется как бы там фабрицию романа не утверждал что он сто процентов летом от нас уйдет почему нет погба нужно хорошая крутая мотивация ему нужно выиграть трофея выиграть чемпионат англия думаю что он будет совершенно не против ребят ну и сейчас видно что он он видно что он почувствовал что он что ему доверяют и в нем нуждаются и вот он выкладывает выкладывается полностью и забил красивейший гол я вам недавно говорил о том что давненько я собственно в превью к фухому говорил что но я хотел чтобы это был крупный счет сегодня но я говорил о том что вообще-то мы давно не забивали красивых голов давно мы не забивали издали и вот пагба выдает вот такую штуку я просто просто ну я не орал я когда вы забил пагба наверное секунд 40 издавал какие-то ничего на раздельные звуки как-то как-то какие-то ладошки об ладошку очень абсолютно неандерталь замашки были в моем исполнении так что greenwood парень получил шанс и но есть честно мне показалось что он был слегка блеклый уже во втором тайме когда ну и даже в конце первого до как наши парни взялись за дело ну и собственно забитый гол он сразу окрылил сразу поперли вперед и дальше дальше уже был совершенно другой футбол то есть вот начало первого тайма и конец второго это конечно катастрофа была особенно к особенно концовка когда нас прижали к воротам и вообще было ужасно просто ну а в целом вот основная основная часть матча такая она конечно была за нами и ну greenwood то есть когда когда перла у всех ну и greenwood тоже в целом нормально бывало там разыгрывал мяч на на фланге но ничего такого чтобы нас навело на мысли о том что вот он красавчик потому что ребят сейчас идет идет борьба у нас за правый край и когда ты получаешь такой шанс ты должен себя проявлять но правде правды ради ребят даже если greenwood как-то классно бы сыграл никуда бы не отпала необходимость приобретение права вингера в основу ну или левого например я очень хочу грильша вот поднимаю руку я за грильша я хочу чтобы играл грильш он слева а справа соответственно кто-нибудь там нет можно и санчо купить и санчо и грильша но я хочу грильша ребята честно очень хочу так вот это очень меня greenwood не убедила ну марсиаль проходил по полю в принципе с недовольным лицом я тут скорее про кого не можешь сказать что они сильно очень-очень радует ребята он имел стопроцентный момент ну там отдаю должное вратарю когда кого не пробил головой все о чем я говорил все что я о нем говорил раньше это его это его командность то как он в нужный момент всегда даст пас и как он выбирать позицию ну все у этого человека все на высочайшем уровне и хотелось бы конечно чтобы он хотя бы дубль оформил ну ну и собственно одного гола я думаю здесь достаточно потому что мы все-таки выиграли по персоналям собственно говоря ну и люк шоу люк шоу просто просто потрясает он очень хорошо подключается в атаку ребят он не выдает в атаке то есть ну не надо искать как бы какого-то там роберта карлоса и не знаю там или марселла или там жорди альбу то есть человек который там прямо сможет зарешать то есть не просто подключиться в атаку а там забить галешник какой-то нереальный ну тем не менее тем не менее он крайне полезен очень много работает и в защите он безупречен что конечно же самое главное и бои бои как бои хорошо стелился хорошо блокировал удары баба и просто красавчик так что мы просто друзья молимся с вами чтобы что шоу что бои не ломались так что но в конце я действительно ребят не понял на хрена так надо было прижиматься я понятно что сульшер сделал там замены выпустил вместо марсика скотти то есть и в самом конце но это уже такая тактическая была тема уже прям совсем дополнительное время выпустить мати чем место фернандеша по штану на втором то есть там один навес мог все решить фулхэм свалился в навесы и ну и в конце там последний собственно мяч из нашей штрафной вынес как раз таки матишь но нельзя так прижиматься ребят как раз в таких ситуациях нужен человек на вроде погба то есть центр в центре поля надо что прибирать мяч и ну не позволять этим фулхэмом вот так вот устраивать такой нервяк по что они были много раз близки голу там один раз нас кстати спадает дыхея торт давайте не будем об этом забывать что этим я недоволен припечатываться нас вообще тут как бы редко так припечатывают к воротам а тут мы прямо пригвоздили нас на эта хрень так нельзя но все-таки как говорится хорошо все что хорошо кончается и рад мы выиграли и что же теперь вы спросите меня михаил мол да мы выиграли надо выиграли что с того то есть первая строчка она все-таки первая строчка ребят это экватор сезона ну друзья 40 очков гораздо больше чем у нас там было в прошлом сезоне позапрошлом сезоне и да ну в принципе я думаю что нет смысла сравнивать вообще с прошлым сезонами даже даже с сезонами давать когда нам ливерпуль и сити были явно сильнее всех что такое что такое ребят 40 очков в середине чемпионата если условно мы за вторую половину чемпионата наберем еще 40 то тут ну с 80 очками у нас бывало что мы с таким показательными чемпионами становились не ровно 80 но вот что что было в 1 в 1 сезон фергюсона когда было совсем малость ну если конкуренты ребят теряют очки то ну окей классно набираем сколько набираем но главное сохранить вот эту какую-то стабильность и брать даже в таких матчах брать свое вот сити идет очень хорошо сити смотрится мощно они конечно остановилу задавили странно было что они там очень долго не могли завить но в итоге все-таки дожали они виллу я конечно же я надеялся на остановилу но вот не получилось не прокатило так что здесь вы видите ну у сити формально по потерянным на одно лишь очков больше чем у нас так что тоже ничего смертельного здесь я не вижу лестер вообще ребят очень недооцененная команда лестер просто идет танком вы наверно многие из вас смотрели матч челси челси выглядел безобразно конечно лэмпорда ну лэмпорт просто он просто не он в силу своей неопытности он просто не знает что делать с этим количеством крутых классных футболистов но у него вообще ничего командного челси это сейчас абсолютно нечто разрозненное и вот они видите в каком находится положении мы их опережаем аж на 11 очков так что вот это вот четверка тоттенхэм тоже конечно близко еще не просто тоже а у тоттенхэм еще и 18 игр сыграно как вы видите то есть если у них считаете 36 на 4 очка всего лишь от нас отстоит по потерянным так что друзья ну а дальше дальше у нас вы знаете дальше у нас кубок англии все мысли сейчас только об этом очень интересно будет состав выстоит сульшер но ребята не будем забегать или вперед конечно же превьюшечка к ливерпулю вас ждет отдельно ну вот ну а сейчас про просто просто радуемся кайфуем ребята ну мы действительно очень очень ровно идем очень вот ничью с ливерпулем скатали сейчас ничью там с лестером скатали все остальные очки мы просто берем это нереальная ситуация и пацаны просто большие красавчики то что друзья конечно же конечно же мы на огромнейшем позитиве а вы ребята и не забывайте наших друзей поддерживать это man utd.van наши социальные сети конечно наши оба нереально крутых телеграм канала я нереально много раз сегодня сказал слово нереально ну а посмотрите на турниру таблицу она как бы способствует этому ну и друзья конечно подписывайтесь ставьте лайк и никогда не отчаясь потому что мы сэка юнайтед с вами был миша пока пока а 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 Навсегда, да, да!